Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Я начинаю новую серию видео, которая будет посвящена отдыху в Арабских Эмиратах. Мечта, ставшая реальностью. Все слышали про эту уникальную страну, многие побывали здесь за последние годы, а кто-то, как и мы, только открывает ее для себя. Я расскажу вам о своем опыте и впечатлениях и надеюсь, мои советы будут полезны для планирования вашего путешествия. Мы побываем с вами в столице государства Абу-Даби, покатаемся на джипах по пустыне. Я расскажу вам об Эмирате Рассельхайма и почему мы остановились именно здесь. Но начну я свой рассказ с самого интересного Эмирата, который стал визитной карточкой государства, и это, конечно же, Дубай. Признаюсь честно, я поехала в Эмираты изначально только ради Дубая. Итак, обо всем по порядку. Объединенные Арабские Эмираты – это федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство, абсолютную монархию. Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рассельхайма, Ум-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. Дубай – второй по величине Эмират после Абу-Даби. Это одно из самых популярных направлений у россиян. Еженедельно из России в Дубай выполняется около 200 рейсов. Как я говорила ранее, мы остановились в Эмирате Рассельхайма, и все наши путешествия начинались оттуда. Поездка до Дубая занимает в среднем час-полтора в одну сторону в зависимости от пробок. Есть несколько вариантов посмотреть Дубай. Поехать на такси, но такая поездка обойдется в 110 долларов в одну сторону. Общественного транспорта здесь нет. Можно взять в отеле машину с водителем в аренду на целый день. Это будет стоить 280 долларов за день. Это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант, если ориентируешься в городе и знаешь, какие места хочешь посетить. Мы в Эмиратах в первый раз, поэтому выбрали групповую автобусную экскурсию, чтобы сложилось первое впечатление о самых интересных туристических местах. Из отеля нас забрали в 13.30, а обратно мы вернулись в 22 часа. Стоимость такой экскурсии 85 долларов на человека. Она включает в себя следующее. Короткую остановку для фото у дубайской рамки, прогулку по району Пальма Джумейра с красивым видом на отель Атлантизе Пальм, рынок Маджина Джумейра, прогулку на кораблике по Дубай-Марина, Дубай-Мул, Бурдж-Халифа и поющие фонтаны. Билеты на небоскреб Бурдж-Халифа оплачиваются отдельно. Стоимость подъема на 124 этаж 55 долларов, на 148 этаж 110 долларов. Цены актуальны на 2024 год. Остановки около дубайской рамки в районе Пальма Джумейра напротив отеля Атлантиз совсем короткие, только ради красивых фото, чтобы потом похвастаться друзьям и коллегам, что был там. О следующем месте я хочу вам рассказать более подробно. Это район Мадина Джумейра. Здесь остановка уже подольше, около часа. В центре всего комплекса расположен арабский рынок с небольшими магазинчиками. Здесь продаются сувениры, ремесленные изделия и некоторые предметы искусства. В основном из Дубая везут знаменитый дубайский шоколад, финики, арабские духи, традиционные наряды для танцев живота или платья абаи. И, конечно, золото. Если вы в Эмиратах впервые, обратите внимание на финики в шоколаде. Они самые популярные и очень вкусные. Купить их можно в любом местном продуктовом магазине. Фишка этого места – лавочка с мороженым из верблюжьего молока. Довольно необычно. Рынок потрясающий. Даже просто прогуляться по нему интересно. Мадина Джумейра – одна из самых привлекательных застроек Дубая, представляющая собой современную интерпретацию традиционной арабской деревни. Она включает в себя рынок, отели, виллы и украшенные пальмами водные пути. Благодаря продуманной подсветке ночью все выглядит особенно очаровательно. Когда я готовилась к нашей поездке, я пересмотрела множество видео на ютубе. Они все очень разные – про красивую жизнь шейхов и наших знаменитостей, про отзывы переехавших или про то, как съездить в Эмираты максимально бюджетно. Это все интересно, но не помогает спланировать отпуск. Цель этого цикла видео – рассказать правду о типичном отпуске в Арабских Эмиратах, о плюсах и минусах такой поездки. Ведь, как в любой стране и в любом городе, здесь есть свои типовые предложения, топовые туристические места и некоторые лайфхаки. Мадина Джумейра также называют Дубайской Венецией. Здесь можно покататься на лодочке по каналам и насладиться красивыми видами без толп туристов. Кроме того, отсюда открывается потрясающий вид на отель «Бурдж аль-Араб» или, как его еще называют, «Парус». Курортный комплекс Мадина Джумейра похож на арабскую сказку. Дубай, как, впрочем, и все Арабские Эмираты – это большая стройка. Сначала я расстроилась, что около нашего отеля стройка, но потом увидела, что в Абу-Дапе напротив дворца шейха тоже идет стройка, и на этом успокоилась. Здесь будут повсюду раздаваться звуки стройки. Вид у популярных достопримечательностей неминуемо будет тоже на стройку. А что делать? Страна развивается семимильными шагами. Мы подошли к самой интересной части экскурсии – прогулка на традиционной арабской лодке «Доу» по каналу в районе Дубай-Марина. Прогулка длится около часа. В нее входит ужин по системе «Шведский стол» с безалкогольными напитками. Эта прогулка входит в стоимость данной экскурсии, но ее можно забронировать отдельно. Стоимость составляет 18 долларов. Для сравнения, стоимость индивидуальной прогулки на катере – 150 долларов. Потрясающие виды, невозможно усидеть на месте. Наши места были на первом этаже, но после ужина мы поднялись на второй и уже не уходили оттуда. Марина в Дубае – молодой район. Его начали строить в 2003 году и один из самых небольших в городе. На площади около 5 квадратных километров насчитывается около 200 небоскребов. Своим названием он обязан крупнейшей в мире рукотворной гавани для яхт, которая называется «Марина». В переводе с испанского – «морская». С одной стороны район ограничен шумным шоссе Шейхазайда, другой – Персидским заливом. На востоке Дубай Марина примыкает к шоссе, который ведет к искусственному созданному острову Пальма Джумейра, где мы с вами только что побывали. Это относительно спокойное уединенное место, так как оно изолировано от трасс. Здесь приятно прогуляться пешком по набережной, но с воды открываются поистине фантастические виды. С момента основания район не перестает развиваться. С недавних пор он позиционируется как мировой центр морского туризма. В 2020 году в его восточной части открыли яхт-клуб «Новую пристань» и круизный терминал «Дубай-Харбор-Марина». Его масштабы поражают. Морской порт способен принять до 700 катеров и яхт, а также два больших круизных лайнера одновременно. Забегая вперед, скажу, что обзорная экскурсия по Дубаю нам очень понравилась. Я однозначно рекомендую ее вам. Интересно, познавательно, насыщенно. Первое впечатление от Дубая сложилось. А дальше уже можно изучать достопримечательности более детально. Если вы в Дубае в первый раз, начните свое знакомство с городом с обзорной экскурсией. Не пожалеете. Пожалуй, эта часть экскурсии понравилась нам больше всего. Особенно удачно было выбрано время организаторами. На закате горы смотрятся просто бесподобно. Однако впереди нас ждало не менее интересное место – знаменитый Дубай-молл и шоу фонтанов. Дубай-молл – самый большой в мире торгово-развлекательный центр. Он открылся в 2008 году и сразу попал в топ главных достопримечательностей Эмиратов. Здесь стремится побывать каждый турист. Не столько ради шопинга, сколько ради развлечений. К числу уникальных сооружений, разместившихся под крышей Дубай-молл, относятся крупнейший в мире окрытый аквариум, в котором можно увидеть более 33 тысяч рыб и морских животных, в том числе акул и скатов. Через чашу аквариума, вмещающую 10 миллионов литров воды, проходит туннель, застекленный сверху, так что посетители могут с близкого расстояния рассмотреть обитатели аквариума, проплывающих над ними. В Дубай-молле есть магазины, где стоит побывать даже в том случае, если вы не планируете ничего покупать. В ТРЦ вас ждет великолепный фудкорт, необычные тематические зоны и впечатляющие инсталляции. Гуляя по магазинам, не упустите великолепный 30-метровый водопад, не спадающий на четыре этажа и Дубай-мола. Разумеется, самый большой в мире в своей категории. Он появился в торговом центре через год после его открытия. Главное, на чем задерживается взгляд, это фигурки ныряльщиков за жемчугом, символизирующих собой историю страны. Знаменитый танцующий фонтан Дубая находится прямо перед Дубай-моллом и башней Бурдж-Халифа. Это один из самых больших и высоких фонтанов в мире. Его длина составляет 275 метров, а высота струй достигает 150 метров, что примерно равно высоте 50-этажного здания. И тем не менее, это всего лишь одна пятая часть высоты небоскреба. Грандиозное зрелище! Шоу фонтанов начинается в 18.30 и идет каждые 30 минут по 4 минуты. Танцы у фонтанов не повторяются, так же, как и музыка. Вы увидите представление меньше, чем через минуту. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео было интересным и полезным для вас. Мы продолжим с вами путешествие по Арабским Эмиратам в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал. До свидания и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!